Добрый день! Сегодня на православном канале «Экзегет» мы продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей, посвященные трудным местам в Священном Писании. И вот задается вопрос, основанный на понимании также места из послания святого апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 12-13 стихи. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Что значит производит в нас и хотение, и действие? А как же свободная воля человека?» Это очень интересное и важное место в Священном Писании, которое объясняет нам то, каким образом совершается вот тот процесс, который в православном догматическом учении называется «синергия». «Синергия» — это в переводе с греческого «содействие». Это основной принцип спасения человека, содействия, соработничество Бога и человека. Как говорят святые отцы, человек без помощи Божьей не может и помыслить ни о чем добрым. Поэтому начинается дело человеческого спасения с того, что Бог, действительно, как об этом говорит святой апостол Павел, производит в нас хотение. То есть Господь закладывает в человеческую душу хотение, желание человека, благое желание быть с Богом, желание спасения, желание учиться добродетели. И это хотение Господь помогает претворить в действие по своему благоволению. Ну, естественно, всякое доброе дело является следствием благоволения Божия. Причем же здесь свободная воля человека, спрашивают нас. При том, что это хотение, которое вкладывается в душу человека Богом, оно должно быть принято свободной человеческой волей, не заглушено какими-то сторонними попечениями, голосом страстей, каким-то развлечением. Это хотение, этот первоначальный импус, первоначальное желание в человеке должно быть сохранено. И только тогда это хотение, которое вкладывается, то, что святые отцы называют призывающей благодатью, вот тогда это хотение, желание, мысленное настроение, если оно человеком воспринято, его свободной волей, сохранено, развито, тогда оно дает возможность тому, что совершается и действие. Тогда это хотение приводит и к делам. Ну, то есть человек не просто захотел там подвязаться, вот я захотел поехать в паломничество там по святым местам или в какой-то монастырь. Ну, похотел, походил, похотел, расхотел. Как-то, да нет, надо делать то, надо делать это, по телевизору интересный сериал, я пропущу, ну как же. Вот, или еще, так сказать, какие-то сторонние мысли к человеку придут по печенью, и как-то хотение куда-то растворилось, делось, забылось. Вот, или возникло у человека благое хотение, желание вложенное от Бога начать читать правила, утренние, вечерние молитвы. Хорошее такое было хотение, и человек даже взялся, и какое-то время даже читал, но потом одно, другое, третье, проспал, пришел, устал из работы. Вот, опять же, там, кино какое-то интересное стал смотреть, да, ну ладно, пропущу это вечернее правило, все равно, что толку, буду ставить молиться, а думать о другом. Нет, ну ладно. И смотришь, и хотение к действию не привело. Как-то быстро это хотение у человека сдулось. Вот вам и свободная воля. То есть свободная воля человека, она способствует тому, чтобы вот это хотение, которое вкладывается в душу человеческого Бога, ревность, этот огонек, чтобы он не погас, не пропал, не был утрачен. Но чтобы он привел к постоянному действию, то есть к постоянному изменению человеческой души, человеческого образа мысли, образа жизни, привел к укоренению в добродетели. Вот именно на это и необходима свободная человеческая воля. И уверяю вас, для этой свободной человеческой воли, ух, сколько понадобится и места, и усилий, и вы, так сказать, еще скажете, даною эту синергию. Лучше бы Господь сам во мне и хотел, и действовал, а я, так сказать, только ехал, как на санечках с горки. Понимаете? Так что, если кто-то жалуется на то, что ему кажется из этих слов апостола Павла, что он превращается в какую-то марионетку без свободной воли, можете быть спокойны. Для вашей свободной воли работа найдется на всю вашу жизнь до самой крышки гроба. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.